Такой вопрос. Хотел бы ты повлиять на ход развития современного искусства и готов ли к тому, чтобы тебя причислили к живым классикам этого направления? Я уже, в принципе, и так влияю на современное искусство. Любой художник влияет в какой-то степени, больше или меньше. Он, конечно, может и не попасть на лимб. Но, опять же, сейчас современное искусство довольно-таки сильно коррумпировано. На нем зарабатывают большие деньги. И началось это, я так понял, где-то давно началось, но развитие получило это, скорее всего, уже в 20 веке, когда появились бизнесмены, которые сделали ставку на искусство, собственно. Даже в 19 веке мы хотя бы помним галерею Гупильда в Голландии. Не только в Голландии она была, и во Франции эта галерея такая, уже интернациональная, и в Англии. И потом уже помним тех же маршанов Валары, например, которые тоже открывали свои галереи в Америке, перебрасывали свой бизнес, захватывали другие рынки и так далее, и так далее. Поэтому сейчас это все очень связано с бизнесом. Это стала такая глобальная торговля произведением искусства. Поэтому это видно ниженым глазом, что если ты находишься в государстве, которое бедное, которое развивающееся, и, естественно, художникам нет возможности пройти на рынки, которые уже были созданы развитыми западными государствами, никто там нас не ждет. Если ждут, то только в малых количествах и по очень низкой цене. Поэтому я особенно не надеюсь стать каким-то там великим художником. Но ты стремишься к этому? Ну, естественно, нормальное явление стремится к каждому художнику, к чему-то большему. Даже хотя бы так. Я не исключение, я не какой-нибудь там святошник, как говорится. Мне тоже интересен этот опыт. Это хотя бы интересен просто как опыт практический. И не только практический, но даже теоретический. Почему бы и нет? Почему бы... Хочется подискуссировать с кем-то иногда, там, допустим, может побывать на каких-то форумах более таких интересных, конечно. Но, увы, сделать у нас в государстве это крайне сложно, а в Днепропетровске тем более это сложно. Поэтому наша задача у днепропетровских художников сделать Ганилропетровск столицей, как бы, арт мира. Новой столицей. Васюки, как бы, город Вселенной. Да, ничего за город Вселенной. Ну, почему бы и нет, как бы. Вода точит камень. Я думаю, что мы со временем, общими усилиями, я эти усилия прикладывал в начале двадцать первого века. Довольно достаточно много усилий, но, скорее всего, недостаточно много, наверное. Ну, не нашел поддержки, поэтому я это буду пытаться делать новую вновь, чтобы именно наши днепропетровские художники имели в украинском современном искусстве какое-то значение. И не только они, но и я тоже, естественно. Но, наверное, это не самое, наверное, главное. Наверное, самое главное, это все-таки внутренняя реализация. А, как правило, ты чем-то никогда, ну, постоянно недоволен, а, может быть, уже и доволен. В общем, сложно сказать. Надо просто работать, потому что искусство – это путь. Это просто, просто путь, по которому надо идти с открытым забралом, с чистым сердцем, стараться, по крайней мере, как говорится. Ну, и вообще, это интересная штука. Я думаю, что когда каждый человек окунется в это, в современное искусство, вообще начнет практиковать, он найдет очень много интереса, он найдет глубины в нем, и глубины очень довольно-таки серьезные. Потому что это глубины сознания, это глубины мировоззрения, это глубины психологического повода, такого личностного поиска. Это очень интересно, очень интересно. И все эти вещи взаимосвязаны в мире. Они взаимосвязаны с природой, и там, и с логикой, и с эстетикой, и с моралью, и так далее, и так далее. Поэтому современное искусство, естественно, оно не оторвано от прошлого искусства, оно черпает оттуда какие-то знания, до сих пор вдохновение, поэтому можно заняться и живописью, и так далее, и так далее. В принципе, живопись – это классическое мысло, можно там высказываться бесконечно. И так далее.